Разминка выполняется в первую очередь для нервной системы, то есть именно нервная система управляет своими мышцами, сами по себе мышцы это не более чем гидропривод, потом по порядку значит очередности это сердце и сердечно-сосудистая система в целом, то есть само по себе сердце тоже чисто насос и без регуляции сосудистого вот этого вот тонуса, то есть диаметра сосудов, оно в общем-то ничего особо и не может кроме как перекачивать, ну естественно дыхательная система, потому что как мы иначе будем двигаться, то есть приоритеты, да, нервная система, сердце с дыханием. Для того, чтобы разогревать нервную систему, начинается все с чувствительности, то есть я растираю руки, даже если руки теплые, если допустим любите хрустеть суставами, то в принципе самое время, то есть пальцы можно повытягивать, если хочется. Тянуть пальцы не хотите, просто значит дольше трете кисть, то есть мы загружаем нервную систему сенсорным потоком, то есть ощущениями от тела, это уже в принципе разогрев для мозга. Дальше, к головному мозгу мы послали сигнал, что сейчас что-то будет, будем разогревать спинной, то есть мы будем начинать снизу вверх. Спинной мозг это взаимодействие между сгибателями и разгибателями, поэтому мы начинаем работать в таком режиме. Заметьте, я не делаю круговых движений, я балансирую именно сгибатели и разгибатели. Балансирую очень просто, пульсом загружаю то одну, то вторую мышцу. Где-то по 10 движений на каждый сустав, желательно двумя руками сразу. Как раз времени хватает полюбоваться окрестностями. Если, допустим, плечевые суставы шаровидные и не очень понятно, где тут сгибатели, а где разгибатели, то можно просто в одной плоскости. То есть я поделал горизонтальный, поделал вертикальный. То же самое с ногами. Ну, с ногами можно повставать на носки. То есть лучшей бы калибровкой было, если бы я стоял за что-то, держась и двигал вот так. Но обычно мне, например, не больно охотой этим заниматься, хотя это полезно. Поэтому можно вот так. Дальше пошли бедра. Лучше не делать глубокого приседа, ничего в этом хорошего нет. Сигналы спинного мозга идут и так. То есть вот это вот я все могу делать в полусонном состоянии. Это не требует каких-то больших координатных возможностей. Хорошо. Дальше. Пошло само бедро. Ну, можно держаться за что-то, можно не держаться. Заметьте, я не дергаю. И даже, в общем-то, не машу. Я двигаю. Все достаточно медленно, с чувством, с толком, с расстановкой. Прорабатываю мускулатуру. Ну, нервную систему через мускулатуру. Я еще ни разу не наклонился и не отклонился от вертикали. Вот теперь начну. Прогиб. Сгиб. Опять же, никакого сильного наклона. У корпуса также есть сгибатель. Разгибатель. Вот и работа. Вот и работа. 10 число ориентировочно. То есть, делайте сколько хотите, пока не почувствуете определенный баланс. Характерное ощущение, но потом вырабатывается. Отбалансировав, значит, спинной мозг, начиная уже работать со средним. Это координация многих групп мышц, круговые движения. Тоже добиваясь характерного ощущения выровненности. Делаем медленно. То есть, движение баллистическое, когда вы бросаете руку. Мы не бросаем, мы прорабатываем. То есть, вы чувствуете все. Это совсем другой режим работы. Это и есть калибровка. Если вот так вот повертели, вы не выполнили круговое движение в том режиме, в котором нужно. Мозги не готовы. Может быть травма. Если хрустят плечи, как, допустим, у меня сейчас, надо посмотреть за позой и делать медленнее. Вот теперь не хрустят. То есть, если захрустели, это значит, я как раз вошел в режим простого махания. Хотя мне кажется, что я что-то там чувствую. Замедляюсь. И вот, да, вот теперь чувствую. Это не всегда приятно, но всегда полезно. Хорошо. Теперь в другую сторону. Шаровые суставы, как плечевой и тазобедренный, обязательно в две стороны. Более-менее воплощенные. Можно в одну, можно в две. Если есть время, лучше, конечно, в две. Стопой вращать, опять же, эффективнее. На весу. Но вот у меня не больно получается. Поэтому можно вот так. Но так придется делать дольше. То есть, не 10, а уже 20 раз. Для надежности в две стороны покручу. Старайтесь стоять прямо все время, сколько разминаетесь. Кроме того, когда работаете корпусом. Это тоже форма калибровки. Колено болтается под своим весом, наподобие маятника. Как только о чем лишнем подумал, сразу движение угловато. Расслабился, движение круговое. Хорошо. Тазобедренный сустав. Круговое движение, как я говорил, без рывков. Прорабатываем чувства. Хорошо. Суставами закончили. Пошел корпус, начиная с головы. Взгляд фиксирован, как в упражнении шея. Поделали шею 10. Поделали корпус 10. Это были базовые. Теперь разминочные. Уже можно закрыть глаза, потому что иначе закружится. И теперь я довожу шею до максимальной амплитуды. И чуть-чуть там держу. Но предупреждаю, без рывков. То есть это не баллистическое движение, бросок самого себя. Это именно тяга мышц. Отработка противодействующих. Шея сделала, переходим к корпусу. Заметьте, шея идет первая, а дальше идет корпус. То есть шея тянет. Вот мне удобнее руки вот так. С опущенными руками как-то не очень уютно. Поэтому вот примерно так. Тоже добивайтесь характерного ощущения готовности мускулатуры. Это трудно описать, проще почувствовать. Теперь значит пришло время наклонов корпуса. Протягиваем с прогнутой спиной. То есть с учетом всего, что мы до этого сделали. У нас уже группа мышц готова. Теперь мы их объединяем в единое целое. То есть когда я тянусь, у меня идет от пятки к ягодице. Тяж из объединенных мышц. И плюс вся спина. Но для этого спину я должен прогнуть. Будете скруглять спину, ничего хорошего не получится. То есть с прогнутой спиной начинаем. То есть нет у вас цели протянуться вниз. У вас есть цель объединить всю спину в единое целое. То есть вы ее чуть-чуть напрягаете. И стараетесь именно пружинить. Не как пружинить вниз, как обычно, когда хотят растянуться. А пружинить туда-сюда. То есть вы чувствуете, как мускулатура вас качает. Аналогично обратно. То есть всю переднюю стенку, переднюю группу мышц ног. Ну, проще руками упереться над ягодицами. Опять же, вы не расслабляетесь, не разваливаете поясницу. Вы, наоборот, напряжены, но принимайте позу. У кого, если есть проблемы с шеей, может быть головокружение от большого напряжения мышц. Тогда, значит, придется не делать. У кого шеи хорошо, наоборот, приятно. Такое легкое расслабление по телу разбегается. Теперь чередуем. Пять вперед. Пять назад. Еще раз. Вот теперь настало время круговых корпусов. Ух, не самое мое любимое движение, но, опять же, полезное. В любых разминочных движениях у нас нет цели максимальной амплитуды. У нас есть цель собранности вас лично. Поэтому, если кругового у вас не получается, или, как у меня когда-то, прогиб назад градусов всего 15, это нормально, главное, чтобы вы себя хорошо чувствовали. Все вот это сделали. Теперь время пробежки. То есть, сердце сосудом, хотя, наконец-то, в привычном ритме. Бежим легко. Руки подсогнуты. Все тело работает. Обязательно работает рука в плечевом суставе. Грудь раскрыта. То есть, лопатки поприжаты туда-назад. Ногами смягчаем. Цель не скорость. На скорость не бегаем. Просто разминка. Бегаем в легком темпе. Минут 5-10. Следим за техникой. Технику не разваливаем. И пружиним позвоночник, чтобы он был вертикально. На скорость будете бегать потом на тренировках. Сейчас мы бегаем для разминки, для координации. Модель. Корпус фиксирован. Плечи и таз прижаты друг к другу. Не так сильно плечи работают, как, может быть, вам бы хотелось. Полностью амортизирует ноги. Балансирует руки. То есть, базовая двигательная модель. Вы ее активируете, плюс сердце дыхания. Бегаем для этого. Сейчас я пробежался. С этого момента можно приступать к силовым тренировкам. Или к специальной части разминки, как, например, у борцов. То есть, силовой мостик в нашу базовую программу не входит. То есть, вы сделали вот эту базовую основную. Потом, если что-то доделываете, свое специальное, потом приходите к тренировке. После тренировки будет заминка.